здравствуйте уважаемые блогеры 16 декабря вечер блогер из перми бессонов алексей борисович ну я сегодня послушал послание премьер-министра не послание даже а скорее всего ответ на вопросы премьер-министра вы знаете в стране ну такая практика языкового языка появляется президент в послании ввел час двадцать а пример четыре часа не должен догадаться что его вес в четыре раза больше чем вес президента если идти по математическому пути но это шутки на самом деле плюсы какие я хочу сказать ну во-первых надо так ему должное я не его поклонник но он достаточно уверенно держится и научился как-то что-то говорить в чем уверенно даже когда ты говоришь глупость но говоришь с уверенным видом то есть шансы что так сказать она пройдет это нам читали про оперативной психологии такой предмет есть хитрый был вот там есть такие уловки споров даже если чушь но говоришь уверенно так и здесь ну во-первых ну а теперь с минусом собственно суть послания вы знаете он ни слова не сказал о колоссальных проблемах в правительстве ведь у него ну финансовый блок в голове с кудрином это вообще так сказать люди которые надо убирать почему потому что страна в кризисе у него какие-то кубышки не копейки не дал в реальные сектора ничего не дал и так сказать называть это плюсом о том что мы сохранили так сказать спасли банковскую систему он сказал это просто идиотизм да банк может быть один такой ситуации сбербанк россии и в общем то он бы все вопросы решил когда они выходил я назвал цифру около двух триллионов в банковскую сферу и где что мы спасли кровяной артерию к россии банковскую сферу но это вызывает определенную улыбку надо спасать реальные сектора экономики не банковскую сферу банковская сфера получает она получила процент который мы тут же направили в экономику но процент разве раскручивать взялся уважаемый листом путин и вот в этой связи тут же как ни странно вышло интервью а балкина вот мы сказали по моему в аргументах и фактах сегодня я вычитал у кого-то путин взял себе на работе а балкин пишет что им правительство надо советоваться не с олигархами с академиками нас котиковал в пух и прах сказал что эти люди совершенно ничего не понимают в экономики но я тоже не экономист я юрист я хочу сказать что даже я мне понятно что у этих людей колоссальные проблемы вообще с пониманием реальных секторов что происходит в реальной экономике не деньги определяют вы знаете это еще адам смит то как государство богатеет и почему не надо золото ему когда простой продукт имеет не деньги определяют деньги это инструмент экономика и производство реально тут нужно поддерживать сектора они все находятся на дотации нужно срочно принимать социальные законы чтобы население понесло деньги в экономику улучшало жизни запускать понимать про и программы но кстати у них отчасти идет попытки поливать они создали национальные проекты как-то пытаются что-то где-то регулировать хотя либеральные экономисты тут же критикуют что вот это нерывные меры ерунда все у него сами так как создаются кстати по отраслям по секторам госплана это правильно пускай будут они потому что нужно ну хоть какой-то порядок наводить хоть какой-то программа чтобы было ведь у них же не было совершенно никакой программы проходительный блок тоже без слова не сказал почему потому что проходительная система вся разрушена она вся парализованной коррупцией практически у нас ее нету потому что в 90-е годы отдали предприятия города бандитам и так далее ничего ты не можешь сделать с проходительной системой и вывод который можно сделать из его обращения выступления что к сожалению страна управляется в ручном режиме правильно говоря то есть если пожаловаться путину все что-то можно прокурорская система судебная она не работает ничего не контролируется поэтому ну так сказать ну зато плюс огромный это его уверенный вид и говорит чушь с уверенным видом и так далее это огромный плюс вот это он научился это мне кажется самое главное спасибо бессонно за себе борисович